прослушав предыдущий доклад просто вот белая зависть скажу честно у нас в челябинском центре онкологии и ядерной медицины был один из первых пэтов это был 2010 год даже 2009 были абсолютно другие нормативы строилась тоже все очень своеобразно соответственно сейчас мы сталкиваемся с большим количеством проблем и когда я смотрю вот на свежепостроенные вещи по это да по это рнт то есть я лично был в красноярске живую все это дело видел ну конечно конечно молодцы у меня не настолько масштабный доклад у меня он более приближенный технический то есть то что красноярск получил скажем так в готовом виде да мы теперь как-то пытаемся реализовать сами вот ну вот повторюсь в десятом году был построен у нас введен в эксплуатацию центр позитронной эмиссионной томографии циклотрон rds eclipse сименс собственно все оборудование сименс модули синтеза 2 на глюкозу плюс 2 на углерод пэткоте сканеры ну и лаборатория контроля качества это желенты рай тест вот что хочется сразу сказать то есть модули синтеза даже на момент поставки нам уже были в принципе морально устаревшие да да они работали и мы на них 10 лет производили глюкозу модули которые холин на углерод они изначально уже были не надлежащего качества так сказать и сервисных инженеров которые могли бы с ними разобраться тоже в принципе но их уже не было были морально устаревшие плюс циклотрон несмотря на все попытки сервисных инженеров они очень ответственно подходили к этому моменту приглашались даже зарубежные сервисники но выдавал стабильно низкие активности соответственно наладив рутинное производство глюкозы да мы хотели двигаться дальше двигаться дальше не могли вот и получался замкнутый круг ситуация поменялась 2017 году когда мы открыли для себя финансовую аренду то есть лизинг и уже в восемнадцатом году мы активно приступили к модернизации нашего п-центра ну на самом деле не только п-центра просто я сейчас о нем чуть-чуть расскажу да то есть мы закупили два новых по лизингу два новых модуля синтеза fastlab 2 девелопер хорошие замечательные модули да то есть обновили сервер с рабочими станциями точнее приобрели сервер с рабочими станциями новейшее программное обеспечение сименсу особенно благодарность да это не реклама вот ну замечательно работает мы модернизировали провели апгрейд циклотрона то есть поменяли танталовые мишени на танталовые мишени до что позволило существенно увеличить активность и собственно все это открыл открыла нам доступ к новым радиофарм препаратом то есть сразу же мы понятное дело начали делать натрифтор помимо глюкозы то есть глюкоза потоком как шла так и продолжает идти конечно сразу делать стали натрифтор ну естественно хочется начать производить два самых востребованных после глюкозы радиофарм препарата это втор холин и втор тирозин проанализировав нашу лабораторию контроля качества мы пришли до себя к выводу что не сможем просто на нашем оборудовании производить анализ то есть производство само производство рфп вопросов ну есть вопросы но решаемые но производить контроль качества данных рфп повторюсь тор холин втор тирозин мы не могли то есть проработав этот вопрос с грамотными специалистами была создана скажем так комплектация высокоэффективного жидкостного хроматографа на базе аджи лента вот объявлен аукцион и здесь на скажем так ждала первая наша проблема владелец компании с которой мы прорабатывали этот вопрос свою компанию продал соответственно аджи лент стал не очень доступен в россии как выяснилось может быть на самом деле это и неплохо да что у нас не получился этот аукцион поскольку та комплектация которая была проработана она была сборная солянка из райт с шимадзу аджи лент плюс с координирующие управляющие блоки и мы бы потом просто столкнулись большой проблемой ну элементарно при эксплуатации при поверке да вот стали прорабатывать самостоятельно да вопрос контроля качества вот просто разница до между получить сразу же готовая да то есть хроматограф прописывается одной строчкой да и как это у нас по 44 федеральному закону когда ты каждый блок этого хроматографа должен написать все функциональные характеристики плюс вести это с с аналогичными блоками других производителей не дай бог никого ограничить фас у нас он фас то есть на это было потрачено ну очень много времени сейчас слава богу нам удалось все это дело свести в одну кучу разослали запросы на коммерческие хочется верить что что-то из этого получится да ну сложность еще в том что здесь такой не самый простой хроматограф с катионным подавителем вот для анализа холина следующий вопрос это конечно кассеты с химическими реактивами то есть если на вторглю вторгезокси глюкозу и натрий фтор идут готовые заполнены ну пред заполненные кассеты да то ставил в модуль нажал на кнопочку и получил желаемый результат и на остальные скажем так радио фарм препараты это идут разрозненные наборы с химическими реактивами вот которые самостоятельно набиваются в кассету то есть людской фактор сразу же начинает присутствовать что не очень хорошо да мы обратились компании general electric с просьбой нам объяснить ответить почему скажем так два наиболее востребованных после глюкозы радио фарм препарата у вас нету в готовом виде ответ нас честно говорю не очень порадовал мы будем работать над этим да и вот буквально совсем на днях попало мне в руки вот такое письмо мне переслали в котором говорится что сайт джей и продает свою вот этот вот всю химию не знаю как это вот правильно выразить компания дэна хир корпорейш вот мы им письмо тоже естественно будем это писать с просьбой ну вот проработать все таки этот вопрос да и максимально устранить людской фактор из данной процедуры да вот ну естественно вернусь еще сюда то принципе без разницы вот минимальная партия ну производители все химических реактивов у нас это компания bx то есть это гигант химической промышленности германия у которой если есть что-то на складе купить еще как-то можно да то есть если нету делаешь предзаказ минимальный предзаказ 50 наборов химических реактивов ну вот такая не самая хорошая математика вторхолин предполагаемая потребность по нам я уточнял у наших врачей да это порядка четырех исследований в год 400 исследований в год но это 20 синтезов да и это так не сильно напрягаясь то есть остается 30 наборов умножаем на стоимость 25 тысяч получаем минус 750 тысяч рублей в год просто с тирозином все еще гораздо хуже предполагаемая потребность это примерно 150 исследований в год то есть это вообще восемь синтезов до стоимость одного набора 50 тысяч и того получаем 2 100 и того мы тратим при такой работе у нас чистыми порядка трех миллионов убытка да то есть при одноканальном финансировании при фомсе то есть вот для клиники скажем так не самый не самые приятные цифры да что можно сделать в идеале конечно это развитие маркетинга по привлечению пациентов из других регионов то есть мы настолько привыкли что у нас все есть все замечательно все высокотехнологичное что забываем что очень много нигде этого нету а люди об этом просто не знаю развитие маркетинга мы разговариваем уже не знаю последние лет пять даже пытались что-то сделать в этом направлении но плохо плохо по наборам есть мысль все-таки координировать закупки но через поставщика да то есть понятно что какие-то совместные торги с другими учреждениями это ну что-то за грани фантастики поставщиков на самом деле на нашу страну всего два в принципе и больше не надо и работа в данном направлении ведется то есть несколько учреждений грубо говоря мы подгадываем через одного поставщика да что вот требуется реактивы он покупает и на нас уже потом деле то есть работа в этом направлении ведется но и все-таки хочется на самом деле объединить усилия со всеми заинтересованными лицами и продавить компанию denner corporation на изготовлении регистрации в россии предзаполненных кассет хотя бы для наиболее востребованных рфп спасибо за внимание спасибо пожалуйста вопрос